Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, братья и сестры! Это проект в православии, с вами я, священник Александр Ермолин. И сегодня мы продолжаем наш проект Азбука Православия и будем говорить о 15 словах на буквы Г и Д. Предыдущее наше видео вы можете увидеть на наших ресурсах и посмотреть и увидеть, какие слова мы уже разобрали. Итак, первое слово это слово гадание. Слово очень такое тяжелое, слово очень греховное. Гадание это все те действия, манипуляции, когда человек путем каких-то внешних действий обращается к бесам для того, чтобы они ответили ему на вопросы о его будущем. Гадание однозначно является грехом, это безальтернативно. Как бы мы ни думали, иногда бы не хотели бы, не старались бы, чтобы воспринимать какую-то шутку, забаву, как может быть часть русской традиции, но тем не менее гадания всегда являются грехом. Понятно, что в русской литературе часто описываются гадания как нечто забавное, веселое, как то, что делали герои Пушкина, герои Жуковского, герои Гоголя и многих других русских классиков, когда раз морозный вечерок, девушки гадали, ну и так далее. Однако очень важно, очень нужно понимать то, что церковь устами своего канонического права, то есть внутренних внутренних указаний для жизни каждого православного христианина, она однозначно осуждает гадание и говорит о шестилетнем отлучении от причастия за гадание. Представьте себе, какой большой срок, очень солидное время отлучения от причастия для покаяния. Вот погадал человек на святках, и вот ему отлучение от причастия на шесть лет. Поэтому, дорогие друзья, давайте от этого обязательно будем воздерживаться. Ну а если у нас с вами есть люди, наши друзья, знакомые, могут быть родственники, которые, к сожалению, этим занимаются, ну тогда нужно просто им об этом обязательно рассказать, что гадание является большим и страшным грехом, который невозможен для православного человека. Слово номер два – это слово гиена. Гиена – это как раз то место, куда отправятся после смерти люди, которые занимаются гаданием. Гиена – исторически это название одного места под Иерусалимом, в котором во времена, когда богоизбранный народ, к сожалению, отпадал от веры Израиля и приносил жертв языческим божества, в том числе жертвы человеческие. И вот в этом месте потом, когда уже Израиль, слава богу, вернулся к своей религии, в этом месте потом были отхожие места, туда сводились разные мусор, тела, трупы и так далее. И в итоге в этом месте горел огонь, там все сжигалось, сгорело, то есть это было местом отхожим, местом очень неприятным. И обратите внимание, что в Евангелии от Матфея сам Господь говорит, что гиена огненная – это место, которое принадлежит людям, которые оскорбляют своего брата. Оскорбляешь своего брата, и ты должен туда отправиться, в гиену огненную. То есть вот то наказание за такую нелюбовь своему ближнему. Поэтому в современном русском языке синонимом слова гиена является слово ад. Третье слово – это слово глаз. В православном богослужении есть восемь глазов, то есть условно говоря, это восемь мотивов, на которые исполняются церковные песнопения. Почему это важно? Потому что богослужение – это то, что помогает нам, помогает нашей молитве. И богослужение помогает нам настроиться на нашу молитву. Мы молимся Богу, мы просим Бога принять нашу молитву, а глазы и богослужение помогают нам. Есть глазы торжественные, возвышенные, радостные, есть глазы великопостные, такие более суровые, более серьезные, в каком-то смысле более грустные, настраивающие нас на мысли о покаянии. Но глаз – это то, что помогает нам с вами в богослужении. И хотелось бы вспомнить древнюю максимуму, древний принцип, который говорит о том, что закон молитвы есть закон веры. То есть, когда мы с вами молимся, как мы совершаем богослужение, мы реализуем свою веру. То есть, мы верим и молимся. И вот как раз то, как мы молимся, оно является реализацией нашей с вами веры. Потому что закон молитвы есть закон веры. Ну а глазы, они помогают нам в богослужении. Слово номер четвертое – это слово «горнее место». Горнее место – это особое место в алтаре. Находится оно за престолом. То есть, получается, если смотреть от входа в храм, это самое дальнее место от входа в храм. Последняя, как бы, точка алтаря. Горнее место – это место особого божественного присутствия, как считают православные люди. В больших храмах, в кафедральных соборах на горнем месте находится обычно архиерейская кафедра, архиерейский трон, на котором архиерей садится во время богослужения в определенные моменты. Ну и вообще «горнее» – это означает «небесное». То есть, когда мы устремляемся к горнему, к высокому, значит, мы устремляемся к небесному. Напомню, что у нас есть такой возглас богослужения. «Горе имеем сердца», который священник говорит, с поднятыми руками. То есть, что это означает? Что мы должны поднять свои сердца, поднять над вот этой земной суетой, поднять их выше и постараться обязательно таким вот образом приблизиться к Богу. Кстати, в современном русском переводе «богослужение» это переводится именно как «высь сердца», «возвысим сердца», «вознесем сердца». И, дорогие друзья, кстати, говоря о русском переводе, если вам эта тема интересна, то вы можете в комментариях об этом написать, и в следующий раз или в каком-то другом видео мы отдельно разберем, как православная церковь к этому относится, аргументы за перевод, аргументы против перевода и так далее. Кстати, сразу скажу, что лично я глубоко уважен в том, что нам нужно стараться в первую очередь понять наше богослужение, а потом уже думать о возможности его перевода. Но если это интересно, то, я думаю, об этом вы нам с вами напишите. Слово «пятое» – это слово «говение». Слово тоже очень известное. По сути, по своей «говении» это синоним слова «пост». То есть «говение» – это когда я пощусь, я соблюдаю пост. Неважно, это «великий пост» или «среда пятницы», или «успенский пост», или «пост перед причастием», но «говение» – это пост, который я соблюдаю. В более широком смысле «говение» – это вообще вся та аскетика, все те аскетические упражнения, которые я делаю. То есть это может быть «говение», вполне может быть чтение священного писания, когда я говорю «Господи, ну вот надо помолиться мне, давай я прочитаю все священное писание полностью», или, например, «псалтир» прочитаю и так далее. То есть «говение» – это в целом наши аскетические практики, основанные на посте, на каком-то усиленном работе над самим собой. Слово номер шесть – это слово «грех». То есть грех – это нарушение заповедей. Вот такое самое популярное, самое большое четкое определение – нарушение заповедей. Господь говорит нам «делай так, а мы делаем по-другому». И грех – это то, что в первую очередь убивает самого человека. То есть грех, он отделяет человека от Бога. Человек каждый раз, согрешая, он от Бога, делая шаг назад, не приближается к нему, например, наоборот, а отдаляется от Бога. Поэтому грех, он оставляет в душе у человека такую зияющую дыру, отверстие оставляет. И это отверстие необходимо заполнить покаянием, делами, милосердием, любовью и так далее. То есть постараться от греха избавиться, чтобы было покаяние. Кстати, замечу, что само греческое слово «исповедь», «покаяние», «метаноя» переводится как «перемена ума». То есть когда человек изменяет свои мысли. Допустим, вот человек грешил чревугодием, допустим, и как он должен покаяться? Понятно, да, что вот из исповеди он пришел, сказал, «батюшка, я согрешил, Господь именем». И Господь принимает, как сам сказал в члене Писания, что «я принимаю вашу исповедь через священника». Господь принимает его покаяние, но очень важно еще и внутренняя работа над собой, когда этот человек сам постарается изменить себя, воспитать в себе, например, любовь к посту и так далее. Поэтому грех – это то отступление от заповедей, которое человек совершает, но над которым нужно обязательно работать. Седьмое слово – это слово «дароносица». Что такое «дароносица»? Это такой специальный чемоданчик, в котором находятся святые дары. То есть если, например, человек не может прийти в рамп, причаститься, он болен или еще что-либо случилось. То священник берет святые дары, кладет их в дароносицу и таким вот образом может принести эти дары человеку домой и его причастить. И очень, кстати, близкое слово, это слово номер восемь – это слово «дарохранительница». В чем разница? То есть дарохранительница находится на престоле. На престоле в каждом храме есть дары. Они засушены в сухом виде, частичка тела и крови Христовых, они в таком засушенном виде хранятся на престоле, в дарохранительнице. Для чего? Чтобы священник при необходимости мог бы взять и положить их в дароносицу и отнести и причастить человека, которому это необходимо. Поэтому есть такая прекрасная традиция в Великий Четверг освящать дары и хранить их на престоле. Для того, чтобы можно было причаститься. Итак, слово номер девять – это «святые дары». Что это означает? Это синоним слово «причастие». Так мы понимаем слово «причастие». «Святые». Понятно, почему дары? Потому что Господь дает нам причастие как дар. Никогда ни один человек, он не может заслужить причащение стих Христовых тайн. Самый святой, самый праведный человек, самый святой, самой аскетичной жизни, который говел, как мы говорили об этом слове, который молился, который работал над своими грехами и так далее. Вот даже такой человек, он не может быть достойным. Потому что даже капли крови Христовой весь мир недостоин. И поэтому «святые дары» – это самовыражение подчеркивает нам то, что никто в мире этого не достоин. Но почему тогда мы причащаемся? Мы причащаемся потому, что Бог нас любит. То есть Господь дает нам эти дары, именно дар, дает нам по своей любви. Потому что хочет, чтобы человек с ним соединялся. Поэтому «святые дары» – так называется «причастие». Десятое слово – это слово «десятина». Это очень древнее установление церкви о том, что человек отдает от своего дохода десятую часть на содержание храма. Да, дорогие друзья, очень интересная и важная тема. Если вам это будет важно, также вы можете написать в комментариях о том, что эта тема интересна. Мы ее разберем более подробно. Десятина является древним установлением. Десятину платили вся древняя церковь всегда. И, к сожалению, сейчас этой практики нет. Почему? По разным причинам, потому что размыты понятия прихода, размыты многие другие традиционные отношения приходской жизни. Поэтому десятины нет. Традиционно люди, верующие, они оставляли десятину как ту жертву Богу на содержание храма, на какие-то проекты его и так далее. Для того, чтобы можно было потом что делать. Чтобы храм отапливать, содержать, чтобы делать дела милосердия и так далее. Поэтому вопрос о десятине, кстати, тоже вопрос актуальный для современной церковной жизни. Одиннадцатое слово – это слово дискос. Дискос – это такой специальный сосуд, такая специальная емкость, на которую полагается тело Христова. То есть, есть чаша и дискос. То есть, в чашу мы наливаем вино, которое становится кровью Христовой. На дискос мы кладем хлеб, который становится телом Христовым во время литургии. И на дискосе это полагается еще и большое количество частиц, за которые вынимаются за каждое имя о здравии и упокоении. И потом в итоге также дискос символизирует еще и ту пещеру, где родился Христос, Вифлеемский яст и многое другое. Но помимо какого-то символизма у дискоса всегда есть его практическое применение и практическое приложение. Это, естественно, для того, чтобы на нем положить тело Христова и для того, чтобы потом это все использовать на богослужение. Еще одно прекраснейшее слово, слово двенадцатое, это слово духовник. Есть такое интересное определение в документе об участии верных в Евхаристии. Духовник это тот священнослужитель, который знает жизнь человека, знает обстоятельства его жизни, знает его духовный уровень и может дать ему духовный совет. То есть, не всякий исповедующий священник является духовником, но духовник это тот, с кем у вас состоялся контакт. То есть, он понимает вас, вы понимаете его и он может вам посоветовать. Вот, например, когда люди спрашивают, говорят, батюшка, можно ли вы будете моим духовником? Я очень просто всегда говорю, что, дорогие друзья, братья и сестры, давайте посмотрим, будет вам это полезно или не будет. Если вам это будет полезно, наше общение, давайте так и будет. А если не полезно, тогда давайте не стоит. То есть, очень важно понимать, что духовник должен дать тебе совет, он должен помочь тебе, наставить тебя. Есть разные практики, разные вопросы, связанные с духовничеством, насколько совет духовника правильный, насколько обязательный к исполнению и так далее. Но, в целом, духовник это тот священник, который знает условия твоей жизни и может дать тебе хороший, правильный и очень нужный совет. Тринадцатое слово – это слово «день ангела». День ангела – это память того святого, в честь которого ты назван. И вот здесь очень интересный момент. Смотрите, у нас с вами есть ангел-хранитель, то есть тот самый бесплотный дух, которого мы не знаем, как зовут, и вообще зовут ли его вообще. Потому что, может быть, в нашем понимании человеческом у него и нет имени, однако он дается нам во время Таинственного Хрещения. А кто такой небесный покровитель? Небесный покровитель – это святой, в честь которого ты назван. Например, в честь святого Александра Несского, в честь святого Василия Великого и так далее. Поэтому получается, что день ангела – это день памяти того святого, в честь которого ты назван. И вот мы должны этому примеру на него ориентироваться, его знать. Поэтому нужно знать житие своего святого, чтобы понимать, а какой же подвиг мы должны хотя бы вот чуть-чутельки, в какой-то самой маленькой степени, должны хотя бы стараться немножко, но его повторить. Поэтому день ангела – это память того святого, в честь которого ты назван. Четырнадцатое слово – это слово «духовенство». духовенства, в целом понятие клириков, то есть тех людей, которые совершают богослужения. Кстати, об этом тоже можно записать. Хорошее, интересное видео. Пишите об этом в комментариях. Соответственно, есть три степени священства. Степень диакона, который помогает при богослужении. Священник – это самое распространенное, самое большое явление, с чем вы постоянно сталкиваетесь. И степень епископа. Епископ – это уже князь церкви, который является архипастырем, который является наставником для своего духовенства, который управляет епархией. То есть, вот три степени, у которых разное понимание их задачи, у них разная форма служения, но, тем не менее, все это вместе относится к понятию духовенства. То есть, те люди, которые посвящены церковью на служение, на совершение богослужения. Ну и последнее, пятнадцатое слово, тоже оно будет немножко страшное. Дьявол – это слово, которое обозначает как бы отец лжи. То есть, это тот самый лукавый дух, который всегда старается сбить человека с правильного пути. И очень важно понимать такое интересное выражение, что дьявол – это обезьяна Бога. Дьявол делает все ровно наоборот. То есть, Господь нас призывает к любви, а дьявол призывает к ненависти. Господь прививает нас к красоте, а дьявол предлагает нам безобразие. Поэтому, когда лукавый пытается нас свести с правильного пути, то он в первую очередь пытается все извратить, чтобы назвать черное белым, белое черным, и наоборот, чтобы человек в итоге запутался и сбился с правильного пути. Поэтому, дорогие друзья, от этого себя нужно максимально хранить, стараться, чтобы лукавый не участвовал нашей жизни, чтобы наши пути были прямыми, праведными. Куда? В Царство Небесное, в горний мир, о чем мы с вами сегодня говорили, чтобы мы действительно могли взять и возвысить горе «Имеем сердца», поднять свои сердца к Богу, поднять свои сердца к горнему миру. Итак, дорогие друзья, 15 слов на буквы «Г» и «Д» – это продолжение нашего проекта. И я надеюсь, что с Божьей помощью мы еще продолжим, и в скором времени будут выпуски следующих слов о церковной жизни. Спасибо, Господи! С вами был я, священник Александр Ермолин, и это проект «В православии». До скорых встреч!